Джон Он охотно помогал по дому, легче ладил с окружающими, стал добрее и осторожнее в словах. Но так продолжалось недолго. Наступила осень, по утрам становилось холоднее, и все труднее было вставать вовремя. Ежедневное чтение Библии стало скучным, и к молитве не было у него особого желания. Недавно он подружился в школе с одним мальчиком, который насмехался над верой в Бога. И Джон не нашел в себе мужества признаться, что он тоже верит в Бога. Он ощущал теперь одиночество и разочарование. Может, происшедшее с ним в лагере было простым воображением? Иногда думал он. Может, это только выдумка? И Джон решил поговорить с одним пожилым человеком, дедушкой его хорошего друга, который пригласил Джона в летний лагерь. Один раз Джон слышал, как старик говорил проповедь в церкви, и он чувствовал, что этот человек знает Бога. Это был отзывчивый, искренне верующий человек. У Джона было такое чувство, что он сможет вполне откровенно поговорить с ним о своих сомнениях. Подъезжая на велосипеде к их дому, Джон вдруг засомневался. Что он скажет и вообще, о чем они могут говорить? Но старый человек очень приветливо встретил его. Он придвинул два стула ближе к горящему камину, а его жена принесла чай. В непринужденной обстановке этой теплой и уютной комнаты Джон почувствовал, что ему нетрудно говорить о волнующем его вопросе. Они долго беседовали друг с другом, когда неожиданно старый человек спросил, «А как твоя церковь? Ее члены должны бы тебе помочь и молиться о тебе. Ты говорил о твоих затруднениях со служителем?» Джон смутился, не зная, что сказать. Честно говоря, наконец произнес он, «Я не хожу регулярно в церковь. Мои родители ходят с нами в церковь только на Рождество и на Пасху. У меня в выходные очень много дел. К тому же я не думаю, что так важно регулярно ходить в церковь. В воскресенье я стараюсь немного больше читать из Библии». Старый человек задумался. Потом взял щипцы, вынул горящий уголек из камина и осторожно положил его на решетку около себя. «Понаблюдай за этим угольком», — сказал он. «Потом скажешь мне, что с ним произошло». Джон внимательно смотрел на раскаленный докрасноуголек и видел, как прямо на глазах он изменялся и становился темно-серым. Свет исчезал, и он постепенно совсем остыл. Тогда старик положил его назад в горящее пламя. «Наблюдай дальше», — сказал он. Потухший темно-серый кусочек угля нагрелся и опять стал общей частью всей горящей массы. Потом старый человек объяснил Джону, что христиане не могут обходиться без церкви, как солдат не может вести войну один, или как рука или нога не могут жить отдельно от тела. «Солдат — это часть армии», — сказал он. А рука — часть тела. Когда человек становится христианином, то есть переживает возрождение и принимает крещение, он становится частью тела, членом Церкви Христовой, которая состоит из верных Богу, из тех, которые любят Иисуса. Они могут собираться в разных местах, в разных домах, в разных странах и прославлять Господа разными путями. Но все они в глазах Бога одно. Живя сам по себе, христианин может охладеть. Но вместе с другими, разделяя все радости и трудности Церкви, исследуя Библию и проводя время в совместной молитве, вера христианина укрепляется. Его любовь возрастает, и свет его светит для других. Когда Джон ехал на велосипеде обратно, он решил для себя, что в следующее воскресенье обязательно пойдет в такую Церковь, где любят Иисуса, где имеют общение и молятся все вместе, потому что он понял необходимость быть вместе с теми, кто пламенеет Духом. Одни больше любят быть в обществе людей, другие меньше. Может быть, ты совсем не общительный, привык быть в одиночестве, и поэтому чувствуешь себя неловко среди других девочек и мальчиков. Тем не менее, если ты присоединишься к какой-нибудь группе сверстников и будешь вместе с ними участвовать в каком-то труде для Бога, это тебе очень поможет в твоей христианской жизни. И сам ты не заметишь, как скоро привыкнешь и полюбишь своих друзей и общий труд. У вас будут общие интересы, проблемы, огорчения и радости. И еще ты увидишь, что когда вы трудитесь все вместе, твоя вера возрастает и укрепляется, а это очень важно. И тогда ты будешь сам в состоянии помогать другим. В Библии есть такие слова. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. Субтитры создавал DimaTorzok